Микс Ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Съящий гость у нас в студии, не менее интересный. Это вице-президент Латвийско-объединенного союза профсоюзов, полиции, работников полиции и бывший руководитель Комитета Рижской Думы по развитию Алексей Росликов. Добрый день. Добрый день. Да, вот, может быть, начнем действительно с таких, не знаю, таких государственных, глобальных вопросов. Но вот мы видим, когда мы смотрим всю эту помощь государственную, которую правительство там щедро раздавало, по крайней мере, так казалось, слушая вот все цифры, там потом выяснилось, что львиную долю помощи получили авиация, условно говоря, в лице Айрболтик там. Железная дорога. Железная дорога. И это фактически уже получилось, по-моему, в общей сложности где-то там какие-то фантастические цифры, больше чем 300 миллионов пришлось на вот эти две организации. Ну, а люди по-простою получали 180 евро, к примеру. Я так понимаю, что несмотря на то, что и работники полиции, так же, как и медики тоже были вот в этой группе риска, соприкасаясь с разными социальными слоями, в том числе, возможно, с инфицированными, какие-то прибавки они получали во время чрезвычайной ситуации. На этом все закончилось, да? С работниками полиции вообще вышла абсолютно комедийная ситуация. Руководство рассчитало конкретно до минуты, сколько времени вы проводили с потенциально зараженным или зараженным. А как это вообще возможно? Я тоже не понимаю. То есть, и просчитали так, что вот ты в этом месяце гипотетически общался с ковид-зараженным или, возможно, ковид-зараженным всего лишь три часа. Да? Да? То есть, доплатим мы тебе до трех часов максимум. Хотя, на самом деле, правила Кабинета Министров предполагали, что доплата будет от зарплаты. То есть, если вы получаете условно 500 евро, то доплата ваша должна составлять 300-400 евро на конец месяца. Но подобные зарплаты получили только чиновники в министерствах, то же самое министерство агентства госязыка, где все высшее руководство получило по 400-500 евро доплат. Поэтому нет. До простых работников ничего не дошло. Говоря про бизнес, здесь вообще ситуация у нас очень простая. Основная часть предпринимателей в Риге – это средний и малый бизнес. И я уже говорил в одном из интервью, что эта часть бизнеса очень легко самовосстанавливается. То есть, если закрывается одно кафе, неизбежно через месяц на месте этого кафе будет открыто другое. Поэтому и государство, и нынешнее руководство, правительство придерживаются очень четкой линии, которая видна. Помощь вам не требуется, вы закроетесь, на вашем месте появятся новые. Вот и все. Примерно так, да? Да, да, конечно. А вот все-таки вот тоже интересный такой парадокс. Вот смотришь какие-то вот эти рейтинги партии. Ну, к примеру, если бы выборы в семь, были бы завтра. На днях был опубликован рейтинг СКДС. И там мы видим, что вот, казалось бы, у правящих партий был весь административный ресурс. Господин Калинич не вылезал с экранов телевизора. Все министры рассказывали, как они заботятся о каждом латвийце, о стране в целом и так далее. Но там рейтинги совсем такие. Там 5% у одной партии. Там и 4% нет. Еще у другой 2%. Я имею в виду из пятерки этих правящих партий. Ну, там, может быть, еще национальное объединение так держится более-менее на плаву. И вот для развития ЗАА или Аттестыбэй Парк. Вот чем вы это объясняете? Вот народ больше не верит вот всем этим рассказам. В чем проблема? Из года в год этот цикл выборов, он же у нас абсолютно идентичный. Поделим электорат все-таки неизбежно. Но поделим на русскую часть электорат и латвийскую, латышскую. У нас 7 партий. С одной стороны это у латышей, одна партия, ну или полторы партии у русских. Каждый год одну и ту же. И этот барьер этническими преодолеть. Абсолютно его не преодолеть. И причем, если еще в этом, в прошлых выборах люди еще как-то надеялись, что Латвия с Аттест и Байпар, или же новая консервативная партия действительно это такое новое политическое веяние, которое придет и действительно что-то изменит. Ну после того, как они влились в этот общий котел, они в принципе сварились в эту единую солянку, как было раньше, и продолжают сейчас спокойненько кипеть. У них там до выборов еще два года можно не напрягаться. Поэтому выборы, они, конечно, четко отражают настроение людей. Но это все равно тупик, Абик. Это тупик. Потому что если не будет новых партий, эти же партии пойдут на следующие выборы. Что получится? На выборы, допустим, как сейчас в Рижскую Думу прогнозируют, что в 2017 году 57% рижан пришло, в этом году придет только 40%. Чем меньше людей приходят на выборы, тем больше шансов у этих всех партий быть опять переизбранными. То есть это замкнутый круг, который мы сами запускаем. Да. Вот интересно еще говоря об этом замкнутом или о другом. Сейчас такая парадоксальная ситуация сложилась в нашей родной Риге, где, я думаю, все ожидали, что временная администрация пару месяцев поработает. Ну так, условно говоря, чиновники там посидят эти два месяца, пока будет назначен весь этот процесс выборный, придет Новая Дума, будет принимать политическое решение. Но пандемия все изменила, процесс затянулся. Вот уже почти полгода сидят вот эти три человека, управляют городом. И как уж они управляют, все мы можем убедиться, увидеть. Но вот на днях вышло интересное заявление. Я ее читал из серии слева направо, справа налево. И пытался понять, к кому они, собственно, обращаются. Я имею в виду правящие партии, да, вот ТТБ, Силатвии, да, новые консерваторы и новое единство вместе объединились для развития за, во главе, что самое пикантное. И написали, что мы, значит, заявление, что временная администрация ни в коем случае не смеете принимать политическое решение. Я, честно говоря, подумал, что, ну, мало ли, может, они друг к другу обращаются. Вот я не очень понял. У нас временная администрация, это откуда эти люди? Да нет, ну, понятно, что временная администрация это все представители вот этого политического эштаблишмента, который у нас представлен в парламенте. Это абсолютно вот это нонсенс. То есть они заявления сами... Сами себе, да. Но видите, это насколько правящие политики, и я извиняюсь, что в эфире скажу это слово, но считают, извините меня, рижан и жители Латвии за чайников, да, то есть они сами себе публично пишут письмо что-либо не делать и считают, что большая часть населения, когда услышат новость, прочитают и скажут, о, молодцы, смотри, действительно борются за наши интересы. Но по факту абсолютно право. Три человека там сидят, представляют конкретные политические силы и за развитие, и за все остальные. Поэтому четко... Они высшие чиновники министерства, подчиняются министрам, то есть фактически министры общаются с ними с помощью заявлений, да? Конечно. Пришли на место, начали работать, поняли, что предыдущий, скажем так, рецепт получения доходов и распределения всевозможных закупок не такие уже и плохие, можно же, в принципе, с ними и работать, продолжать, но объяснить же как-то это людям надо. Вот и хорошо, теперь этих трех администраторов сделают, прошу прощения опять за слово в эфире, козлами отпущения, да, будем писать круглосуточные письма и обвинять их в том, что они неправильно поступили, что они неправильное решение приняли. А когда никто не видит, там за камерой пожмем им руку и скажем «молодцы». Да-да, потом интересно, вот, казалось бы, на это грозное заявление должно было последовать какой-то там длительный отчет временной администрации о проделанной работе, а они написали «ну, мы выполняем вот свои обязанности в соответствии с законом». Ну, то есть было понятно, что это какая-то вот такая игра. Да, да, абсолютно понятно, что временный администратор прекрасно понимает свою роль в этой ситуации, он должен быть этим мальчиком для битья, а большое правительство, партии должны его пинать и говорят «ты делаешь что-то неправильно». Это на самом деле безумно выгодная ситуация, потому что политически ты ни за что не отвечаешь, но при этом все процессы продолжают идти вперед и как бы ничего не останавливается. – Да, вот тоже такой интересный момент, ведь практически по существу, ведь мы увидим, когда все это закончится, будет новая дума, что в принципе чудес не случилось, и вот все, что было по-старому, все вот эти политические традиции и кадровые решения, они ведь все останутся, ведь и правительство менялись, каждая новая, я говорю, ну мы сейчас будем управлять и хозяйство совершенно по-другому. Потом все то же самое, те же коалиции, ну по-другому их сейчас называется, по-моему, какой-то там совет, но ничего же не меняется. – И все те же коалиции останутся, и большая часть работников департаментов по факту работают там уже по 20-25 лет, и уже на самом деле видели практически все политические режимы, и никуда они не денутся, поэтому эта общая конъюнктура, когда приходит старая партия к старым работникам, она меняться не будет, это абсолютно нонсенс. Все, за что здесь необходимо бороться и, скажем так, воевать за то, чтобы ситуация не стала еще хуже. Ну потому что мы видим, сегодня в старом городе у нас опять на одной из маленьких улиц опять подмыв, опять у нас лопнули трубы, опять у нас фонтан бьет ключом, сегодня вот Валерий Петров записал даже видео и пригласил Орига Суден, чтобы они как-то вот разобрались с этой ситуацией. У нас коммуникация… Они не приехали, наверное, боятся, что их смоют там. Да, ну минут 20 они ехали, то есть до этого момента уже могло и дом снести. Но на самом деле это показывает, что коммуникация города находится в ужасном состоянии. А я так понимаю, что вот за этот период уже три машины провалилось, да? Да, вот первый раз, когда мы с вами разговаривали, тогда публично был только единственный случай, сегодня мы с вами встречаемся, уже третий, да, это факт. То есть в любом моменте машина едет-едет и уходит под землю. Сегодня была основная задача Валерия не дать машинам там ехать, чтобы не наступить на те же города. Вот все-таки вы, правда, справедливости Райдзо-Медиа недолго все-таки возглавляли комитет Рижского Думы по развитию. Может быть тогда такой вопрос, что вот на ваш взгляд нужно было сделать или можно было сделать, или может быть частично успели для развития города в свете, вот это очень часто сейчас наши радиослушатели такой вопрос задают, по поводу Райл Бортик. Да, это ведь глобальный проект, мы знаем, что это скоростная железная дорога пройдет прямо вот как ножом по центру реки. Да, она разделит город. Да, потом Пардаугово, и конечно, с одной стороны хорошо, европейские деньги и миллиарды приходят, но ведь это действительно потребует больших изменений в инфраструктуре. Что на ваш взгляд нужно сделать, или может уже было сделано, вот когда вы возглавляли комитет по развитию? В данный момент надо понимать, что Райл Бортик все-таки он еще находится под большим вопросом. Будет он продавлен или нет? Это вопрос уже десятый. Сейчас, на самом деле, безумно важно понимать, что нам вообще, вот я жалею, что не получилось реализовать программу полностью, но уже в этом году Золитуда, Саркандаугова получили новую программу по развитию районов. Необходимо начать развивать районы. Вот я в Золитуде, у нас там весь район поделен на такие подковы, их называют. Вот раньше в каждой подкове была своя детская площадка, раньше в каждой подкове была своя скамеечка, нормальная дорога, где мамочки могут гулять с колясками. Вот к этому надо возвращаться. Безумно хорошо, что у нас есть огромные мультикомплексы для отдыха детей и взрослых, как на Терботес или Вымонте, но все равно необходимо возвращаться в районы, необходимо возвращаться под окна к Рижанам и начинать создавать для них микроклимат там. Потому что я уже говорил в одной из передач, любовь к своему городу и вообще отношение к жизни начинается вот от этих 20 квадратных метров, которые вокруг вас находятся. Мне жаль, что я не успел эту программу полностью запустить, но уже и в Золитуде, и в Саркандаугове, и на Москачке, вот три района я успел, будет эта программа уже успешно работать. Когда-то, и вы об этом тоже говорили, была такая задумка, это, наверное, касалось не только полиции, других, может быть, бюджетников, может быть, работников самоуправления, строительства какого-то жилья, может быть, это арендное жилье. Сейчас, кстати, очень много партий об этом говорят, видимо, в свете выборов. Вот все-таки, на ваш взгляд, что требуется? Это должно быть какое-то государство, частное партнерство. Что должно быть? В 2017 году я шел с этой программой, надо мной хохотали все. В итоге мне ее не дали реализовать, но при этом дали с ней стартовать и показать ее режимам. В этом году, вы правы, абсолютно все в партии про это говорят. Пока у нас в Риге говорят, та же Валмера уже построила 150 квартир, они полностью уже сданы и готовятся строить еще 250. Ничего для этого не нужно, потому что нам в оборот необходимо взять у города от 2 до 4 миллионов, можем начинать строить эти дома, сдавать в аренды молодым семьям, и вопрос жилья будет решен. Сейчас на данный момент около 40% рижан на самом деле зажаты в арендном рынке, они не могут приобрести собственное жилье, они вынуждены его арендовать. И новый налог на недвижимость, который сейчас будет поднят, и уменьшение общих зарплат на них отражается просто безумно. Поэтому строительство муниципального жилья для молодых семей, для того, чтобы молодежь не уезжала из города, для того, чтобы они не покидали Латвию, оно просто крайне необходимы, деньги на это есть. Еще раз говорю, 4 миллиона для города – это ерунда. Земли достаточно. У того же Рига Спилс от Бувнекса на данный момент мы проверяли около 14 земельных кусков, которые никак не используются, они просто зарастают кустами. Почему мы там не можем строить новое муниципальное жилье? Тем более, что Министерство финансов абсолютно недавно предложило даже свои услуги в том плане, что они готовы за свои деньги разработать типовой проект, который нам потом просто останется адаптировать под конкретный грунт. Все. То есть, в принципе, это все решаемо? Да, абсолютно решаемо. Просто мне, на самом деле, эту историю называют баяном. Я еще раз говорю, я в 2017 году шел именно с этим рассказом. То есть, это абсолютно естественно, это абсолютно возможно. Но в этих странах, по-моему, это реализуется? Да, ну, конечно. Валмера пошла безумно далеко. Они берут, по-моему, около 5 евро за квадратный метр, там до 50 квадратных метров квартиры. Туда уже входит и коммуналка, и аренда, и все абсолютно. Молодые семьи вполне могут потянуть аренду в 200-250 евро. Это не то, что сейчас на рынок, если ты выйдешь, там 400-500 и выше. Плюс коммунальный. Да. Вот, может быть, тогда еще один вопрос. Вот мы говорим о развитии. Ведь одно время считалось, что сейчас будет очень бурно развиваться вот этот район Сканстес. Говорили об этом трамвае и так далее. Сейчас, по-моему, парк хотят разбить. Потом как-то это все замолкло. Вот на ваш взгляд, действительно, такой район может потом развиться? Потому что не так далеко от центра. Ну, я грешен, признаюсь. В тот период времени, когда я был руководителем комитета развития города, я этот проект парка на Сканстес достал из чулана, стряхнул пыль и дал ему возможность жить. Потому что я считаю, что почему нет? В ту сторону у нас были огороды, в ту сторону у нас были заброшенные какие-то строения. То есть, ну, абсолютная деградация. Город нужно планомерно развивать в абсолютно всех направлениях. Это, на самом деле, и сместило ценовую нагрузку на офисы, на жилье в центре города. Потому что чем больше сам центр, тем, разумеется, и цены ниже. Это правильно, я считаю, абсолютно. Чем больше парков вообще в городе, тем лучше. То есть, вы за парки? Я за парки. Да, раз вы упомянули парки, не знаю, удалось ли комитету развития, когда вы им руководили, ну, может быть, не то слово прикоснуться, но, тем не менее, приблизиться к тому, чтобы все-таки как-то продумать решение вопроса о парковках автомобилей. Это бич в микрорайонах. Я знаю, что когда вы тоже с людьми говорили, наверное, каждый второй вам говорил, автомобилисты, естественно, жалуются на то, что, ну, негде просто припарковаться. Так вот ставятся в отдельных дворах машины с двух сторон, с трех, что уже оперативные службы, не дай бог, что пожарные не подъедут из скорой. С одной стороны, в свою очередь, те, у кого нет автомобилей, говорят, что, слушайте, с коляской с ребенком не пройти, на лавочке, не посидеть, вообще не протиснуться на велосипеде. Что делать? Какие есть варианты? Дворы планировались, когда у нас в одном подъезде было всего две машины. Сейчас у нас на каждом этаже по 8 автомобилей. Да, у многих семей по 2, по 3. И по 2, и по 2, и по 3. Но это нормально, идем в ногу со временем. Сейчас, на данный момент, город чистых доходов ежегодно с парковок в центре получает 10 миллионов евро. Эти 10 миллионов евро попадают в Рига Сатексма, и, как госконтроль сказал, куда-то исчезают. Вот эти вот 10 миллионов, на вопрос, а где деньги взять? Вот эти 10 миллионов мы можем направить на то, чтобы строить парковки в районах. Там есть еще, слава богу, пока муниципальные земли, которые можно занять под многоэтажные парковки. К сожалению, в каких-то вопросах, где предыдущий созыв продал муниципальные земли, может быть, придется откупать их участников, но это тоже решение. Просто к этому нужно идти. В конце концов, можно идти на системное перепланирование дворов и разговаривать с квартирными товариществами, с жильцами, находить общий язык, предлагать им какие-то решения. Но это же все-таки должно быть какое-то коллегиальное движение. Конечно. Вот еще, говоря, может быть, о развитии Риги, нет такого ощущения, может быть, вы пытались каким-то образом вот этот дисбаланс ликвидировать. Ну вот, как говорят в региональном развитии, равномерное развитие Латвии, чтобы там, не знаю, Курзема не отставало, там, не знаю, от Витземы и от Риги, и чтобы от Галия тоже не было каким-то депрессивным районом. Что касается Риги, вот зачастую нам радиослушатели звонят, ну, из таких отдаленных, условно, районов Риги, хотя здесь, ну, что там, полчаса езды, может быть, от центра говорят, вот Болдарая забыта, заброшена, там, Чикрукаунс, Ветсмилграуэс, Яунцемс. Вот в чем проблема? Почему вот такое было действительно неравномерное развитие? Или это неправда? И просто вот жители так воспринимают. Почему неправда? Ну, я же говорю, это равномерное развитие города. Мы на данный момент концентрировались, предыдущий созыв, только на центре. В центре должны быть красивые здания, в центре должны быть хорошие улицы, это наша визитная карточка, к нам приезжают туристы, да и вообще по центру судят о городе. И мы на самом деле забыли о районах. У нас в Болдарая, в Яунцемс ведет дорогу, там, 7 километров. Там, во-первых, ни освещения не было, я пока был руководителем комитета развития слабого, хотя бы освещение не успел выбить. Там не асфальтного покрытия нормального. С Болдараем абсолютно такая же ситуация вдоль Спилова. Ни нормальной дороги, ни нормального ночного освещения. Это все утыкается в приоритеты. Болдарай вместе с проектом, дорога стоила, по-моему, около 20 миллионов. Неужели город, который с бюджетом миллиард в год, за 4 года постепенно не в состоянии привести в порядок эту дорогу? Ну, конечно, в состоянии. Вопрос приоритетов. Вот вы сказали, что выбили освещение, но многим может показаться вот это слово как-то странным, потому что если приходит, не знаю, рядовой гражданин или житель Лиги что-то выбивать, ну, наверное, какую-то бюрократическую процедуру надо проходить. А все-таки вот председатель комитета, все равно это требует больших усилий. Находясь, вот здесь вы правы абсолютно, находясь с той стороны барьера, как ни крути, это можно назвать только барьером, это может делать только политик, который действительно думает о своих избирателях и идет им навстречу. И, конечно, Бедриба Яунска ко мне обратилась с этим вопросом, обратила мое внимание на то, что, ребят, посмотрите, у нас там 7 километров, у нас света там нету, ну, вот в каком году мы живем. И да, у нас есть инфраструктурный фонд города Риги, в который абсолютно все предприниматели, которые что-либо строят на территории города, вносят плату за новострой. И эти деньги необходимо послать именно на районы. Когда я пришел на должность руководителя комитета, там был ноль, по моему уходу там уже был накоплен миллион шестьсот. На миллион шестьсот можно очень много сделать. Но вот тот же самый свет в Яунска 7 километров обошелся, у города всего лишь в 600 тысяч. То есть, ну, я еще в этом плане люблю абсолютно нормальные и честные конкурсы. Поэтому 600 тысяч и 7 километров света, 240 новых лотерн. Это абсолютно реально. При таком раскладе, при таком управлении городом можно, я думаю, за год, за два осветить абсолютно все. У нас же на самом деле асфальт от Риги всего лишь 70% дорог. 30% у нас асфальта нету до сих пор. Поэтому, если мы так возьмем... Европейский союз. Да. У нас нет. 21 век. Да. 70% только у нас асфальтировано. А в остальных дорогах, пожалуйста, на лошадях или пешком. Так что, если вот так вот смотреть, то если грамотно, аккуратно и экономно расходовать средства, поступающиеся в бюджет, то можно очень быстренько все привести в порядок, даже за четыре года. Вот я думаю, когда вы были депутатом, наверное, и такой вопрос часто и вам задавали избиратели. Вот здесь такая интересная как бы дилемма, которую, наверное, только политики могут решить. Для этого они, наверное, и есть в этих политике, избираемые народом. Вот понятно, что количество учащихся сокращается. Ну, мы знаем, какая демографическая ситуация. Рождаемость низкая, молодежь тоже уезжает. Ну, может быть, сейчас пандемия осталась здесь. Но вот тем не менее. И получается такая дилемма. С одной стороны, вроде ясно, что у учащихся намного меньше, чем вот это здание школы вообще, на что она рассчитана. Полустрой здания надо отапливать, содержать, в общем, большие расходы. С другой стороны, вроде бы мы все время говорим и о доступности. Потому что, когда у тебя школа там в шаговой доступности или одна-две остановки – это одна история. И для родителей это легче, которые работают. А если нужно куда-то возить, это совсем другая логистика и так далее. Как вот этот баланс все-таки соблюсти на вас? Ну, это уже следствие. Абик, это следствие. А причины? Давайте о причинах поговорим. Сейчас, в 1970 году в Риге там было 640 тысяч жителей. У нас примерно сейчас ровно столько же. То есть, мы не идем вверх, мы наоборот падаем вниз. У нас демографическая яма. Давайте начнем с того, что мы начнем поощрять молодые семьи. Вот оно вам, муниципальное жилье. Молодые семьи что делают? Они же, наверное, заводят детей. Давайте начинать поощрять молодых мамочек. И разовое пособие на рождение ребенка. Вот сейчас в Риге 150 евро. В прошлом созыве я сказал... Ну, что это такое? Это ни о чем. В прошлом созыве я сказал, поднимаем до 500, нагрузка на бюджет. Ну, может быть, на памперсы хватит. Да с такими ценами. Сейчас поднимаем до 500, и это будет нагрузка на бюджет города всего лишь 1 миллион в год. Для города с бюджетом в миллиард это вообще ни о чем. Никто даже не заметит. То есть, жилье. Стимулируем молодых мамочек. Вот работаем в этом направлении. Тогда будет количество жителей увеличиваться. Дети будут, наконец, рождаться. Тогда садики будут. У нас у садиков сейчас их не хватает. Но, во всяком случае, в школах у нас, на самом деле, будут заполнены абсолютно все классы, абсолютно из 9 по 12. Потому что у ЧА-63 школы, допустим, жаловалась, что у них забирают в этом году 10, 11, 12 классы. Это югло. И как? То есть, все. Вот вы правильно абсолютно смотрите. Просто забирают, потому что не соответствуют всем, чем установленным критериям. Да, все. Теперь вы учите здесь до 9 класса и идите куда хотите. Все. Алексей Росликов, вы на студии. Привемся буквально пару минут. Не переключайтесь. Алексей Росликов, вы у нас в студии. Вот интересно, такой тоже вопрос, который возникает, это, конечно, больше не к своему правлению, это к парламенту. Многие уже говорят о том, что, может быть, нужно чуть-чуть от этой системы партийных списков отходить. 30 лет мы уже как бы с ней пожили, увидели ее сильные стороны, слабые. И, по крайней мере, может пытаться делать вот как-то 50-50. То есть, 50 вот по партийным спискам, 50 по одномандатным. Потому что, ну, мы видим, что иногда люди говорят, ну, как, вот я вижу кандидатов, которые мне нравятся, но вот в том списке я бы не хотел их видеть. И так далее. Беспартийное движение – это, на самом деле, одна из панацей, потому что те условия для создания новых партий, которые сейчас существуют, они абсолютно отрезают появление новых платформ, конкуренции в политике в Латвии больше не будет, все, точка. Беспартийное – это решение, тогда человек приходит, он не зависит от партий, не зависит от фракционной дисциплины, он реально работает по заданному курсу от своего избирательства. Вот он от Залитуды, вот мой любимый район, он избрался оттуда. Ему там в магазин ходить, извините, за пивом и за бананами, ему придется перед кассиршей отвечать, что он там делает. И он, как независимый депутат, сможет быть более свободен в своих решениях. Поэтому беспартийность под депутатом и президент, который выбирает народ – вот это вот самое правильное прямое решение. Вот вы сказали, что у вас любимый район Залитуды. Почему? Я там родился живой, это мне самое близкое сердцу и место. Не было желания куда-то, не знаю, перебраться, не знаю, в тихий центр, к примеру? Нет, ни в коем случае не было, но учитывая то, в каком состоянии находится наш микрорайон, я честно признаюсь, у меня двое детей, мне тяжело на самом деле с такой инфраструктурой, когда разбиты дороги, когда убитые детские площадки, нам нечего делать абсолютно в нашем районе, кроме как ночевать. Поэтому, конечно, хотелось бы… А если еще Аэробалтика, Реал Балтика прольят и перекроют им антуизоли, туда отделят, да? Да, то ему совсем будет резерват. Поэтому, нет, абсолютно правильно, скажем так, не хотелось бы говорить, но так оно и есть, та же Марупа и Пеньки, и даже Ада же, они, вот, 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 они все дорожки у них отбрущательные, у них уличные кафешечки стоят, хорошие, красивые насаждения, деревья ухоженные. Ну, по-другому они смотрят на свое развитие, на свои районы. Вот нам надо менять вот это в Риге. С этим мы идем, да, это и цель. Да, вот еще, если мы говорим, вот, вообще, может быть, о таких глобальных вещах, связанных вот со страной, вот, все-таки, есть такое ощущение у вас, что вроде бы и правительство не совсем оторвано от реальной жизни, что-то она понимает, что кризис, что людям тяжело, а вот все-таки, когда дело доходит до реальной поддержки, вот этого понимания не хватает. Я почему говорю, вот недавно выяснилось, может быть, это звучит каким-то популизмом, но тем не менее выяснилось, что у нас премьер работает виртуально, президент виртуально, спикер, все заседания виртуально, а репрезентационные расходы, тысячи евро в месяц, эти вот высшие должностные лица получают. Да, кто-то скажет, ну, подумай, что там тысяча евро в масштабах страны мелочь, но сам факт, ну, если ты сидишь дома и общаешься со страной, командуешь в экране, какие у тебя репрезентационные расходы? Есть такое стихотворение, кто проповедь читать задумал людям, тут есть недолженность слаще, чем они. И вот в этой ситуации абсолютно вас поддерживают. Для министра зарплата до 4 тысяч, служебный автомобиль с полностью залитым баком, служебный телефон, расходы на пересечение границ, на полеты на авиакомпаниях. И еще ему плюс на счет падает тысяча евро для того, чтобы он мог с кем-то в кафе встретиться, о чем-то поговорить. Такое раньше было у оперативных работников в мое время, да, когда надо было с агентурой встречаться, необходимые были эти расходы. Это сейчас куда, зачем невероятные зарплаты, невероятные абсолютно доходы. И поверьте мне, я в этой всей истории присутствовал с 2017 года, поэтому ушел в независимые, поэтому иду сейчас отдельно. Но вопрос в другом. Они там полностью все оторваны от реальной жизни. С такими доходами и с такими условиями бартерными и бархартными, как у них, невозможно просто быть с людьми и понимать их проблемы. У нас большая часть населения, всегда им там говорил, большая часть населения 90% получает 700-800 евро. Вы здесь получаете 4000 служебные автомобили. На улице все иначе, на улице все по-другому. Как один политик, который в последнем созыве возглавлял город и был мэром, как он сказал, что моим детям бесплатные обеды в школе не нужны. Да, то есть моим родственникам бесплатные проезды в автобусах не нужны. Они по себе мерят. И вот это самое страшное. Да, 612-939, реформа прямого эфира. Напомню, у нас в гостях вице-президент Латвийского Объединенного профсоюза полицейских и бывший председатель комитета по развитию Рижской думы Алексей Росликов. Вот тоже интересно, вот мы уже говорили в первой части о том, что заявление было по поводу работы временной администрации. Вот возвращаясь к работе временной администрации, ведь по большому счету ведь им были даны, как это ни странно, сказали, ну, они технические работники. Но если взять и посмотреть вот этот вот закон, да, тоже вы как юрист можете тоже посмотреть, закон о Роспуске Рижской думы. И там, в принципе, когда ты читаешь, ну, временная администрация, даны практически все полномочия думы. Абсолютно. И мэрии, и вообще мэра и вице-мэра. То есть, эти три человека, раньше хотя бы было 60 депутатов, ну, хоть была коалиция, там, нужно было считаться с оппозицией, что-то происходило, какие-то дискуссии. Сейчас три человека могут делать все. Они могут назначать исполнительного директора, могут снимать. Был создан новый пост, которого не было в Рижской думе, хотя это политическое решение. А заместитель исполнителя. Какие-то кадровые правления снимают. Абсолютная политическая нирвана. И причем ты за это не несешь никакой политической ответственности, так как ты не партия, ты не политик. И тебя избиратели контроливают. Тебе начихать вообще, что об этом думают люди. Потому что не они тебя сюда посадили. Они же дошли сейчас вообще до идиотизма. Они решили, Абик, вы слышали про это или нет, соединить струю права с департаментом развития. Потому что два директора, и, конечно, технически, получается, когда будет новая дума, это значит, будут две политические силы, которые будут контролировать эти направления. Они хотят... Подождите, но это же Бувалда, это отдельно. А вот сейчас они хотят успеть до выборов, и поэтому вся коалиция, видно, и возбудилась на эту тему. Они хотят слить этот весомый очень рычаг работы в городе, как строю права. И один из наиважнейших департаментов, как департамент развития, в один. Чтобы поставить там одного директора и полностью контролировать. То есть, фактически Бувалда потеряет полностью всякую независимость. Да, свою автономность. Она больше не будет автономной, абсолютно. Причем я, будучи комитетом руководителя развития городом, я руководил Бувалды. Они должны быть автономны. Невозможно слияние, абсолютно никакое. То есть, ситуация получается какая? Приходили с лозунгом «Сейчас снесем, сделаем лучше». То есть, снесли, а на самом деле что-то хуже только получается. Во всяком случае, я, честно, пытаюсь быть объективным, но ничего хорошего я не вижу. Да. Мы, наверное, успеем принять и звонки наших. Адиослушайте. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Приятно слушать вашего собеседника. Я усвоил следующее. Я все сделал, я все построил, я все я-я-я-я-я. Это хорошо. Но вот вы работали, например, в профсоюзе полицейских. Там результаты ваши работы ноль. С чего вдруг вы так вдруг изменились, сейчас придете к власти, и опять это я-я-я-я-я-я, все прям настроите и наладите. Да, но у нас агитация запрещена, поэтому о приходе к власти мы говорить не будем. Не будем. Значит, да, по поводу профсоюза. О работе профсоюзов, ну, это из самого последнего. Мы вернули все-таки компенсацию, это 24 миллиона. Его получили абсолютно все работники МВД. Участие нашего профсоюза, как в Латвии Саппионат Полтс и Старобедриево, здесь отрицать абсолютно невозможно. Когда сейчас начался COVID, именно по нашей инициативе удалось перевести абсолютно все структуры МВД на 24-часовой график. Раньше у них был дневной, 12-часовой. Да. Это и безопаснее, чтобы работники не уменьшить их риск заражения. И это гораздо удобнее, потому что люди, работая сутки, могут потом три дня отдохнуть. Сейчас мы продолжаем абсолютно точно так же по профсоюзной линии работать для того, чтобы оставить график 24 часа. Для того, чтобы помочь людям получить правильную компенсацию за работу в пандемию, за работу в COVID-19. Профсоюз никогда не останавливался, он продолжает работать. И я думаю, что большая часть позитивных результатов, которые сейчас есть в МВД, она не была бы просто достигнута, если бы не было профсоюза. Причем существует он и до меня, он был основан уже 10 лет обратно. И за все это время он успел доказать себя. Да. Значит, вот тоже интересно, если мы говорим, возвращаясь, может быть, и к жизни в Риге. Вот все-таки ваше ощущение, почему так произошло? Не называя никакие фамилии, сейчас мы расследуем не будем, произойдет, что вот дороги и мосты оказались ну, как бы так, ну, забыты или частично забыты, потому что, ну, как, все-таки это ключевой момент, да, все очень важно, школы важны, детские сады, их реновация важна, социальная поддержка, все это важно, мы понимаем, да, как говорится, кусай какой палец хочешь, все равно будет больно, потому что проблем было в Риге много, да, но тем не менее, вот улицы, вот мосты, это же ключевое. Километр дорог в Риге в последнее время достиг при конкурсе, при закупке цены в 1 миллион евро, это безумная цифра, это ненормально, это без замены коммуникации, если еще начнем менять коммуникации, вот труба, которая лопается, там будет еще дороже. Почему такое случилось? Наши все, ну, к сожалению, абсолютно все закупки в городе каким-то, ну, странным, с течением статиста получают одни и те же местные компании, ну, там, 3-4 компании, там, шире круга нету. А почему такие цены? Зарплата так резко вызывает? Нет, что, конкурс составляется таким образом, что Литва, Эстония и вообще, в принципе, любые другие игроки из Европейского Союза не в состоянии прийти и претендовать на работу здесь. Если бы мы сделали большой, открытый, мощный конкурс на Европу, то мы бы здесь получили бы, а, качество, потому что застройщик, а, обязан дать гарантии на свои работы, и, б, мы бы получили конкурентоспособные цены, потому что здесь, на самом деле, появилась бы конкуренция. А когда нет конкуренции, Абик, ну, можно не только миллион попросить, можно два. Вопрос просто вашей личной наглости, вот периода времени, когда вы будете это использовать. Вот и все. То есть, фактически вставятся вот такие конкурсные условия, такая смета. А за счет чего, если в этом году, допустим, у нас на дороге, там, у департамента транспорта Рижской Думы, там, по-моему, около 12 миллионов у них выделено. Ну, вот на 12 миллионов можно, вот сейчас сделать, предположим, 12 километров, да, дорог. Ну, это же мало-мало. Можно было бы, я думаю, сделать и 24, вот только вот конкурс бы по-другому выглядел. Но все это вот утыкается, как ни крутите в Рижскую Думу и в тот политический, скажем так, в те политические настроения, которые там царят. Вот, учитывая ваш опыт, хорошо, пускай небольшой, там, три года работы в политике Рижской Думы, а сейчас Министерство среды регионального развития, ну, готовит, я так понимаю, новый закон о самоуправлениях. И уже там Министерство и в лице министра господина Пуца пообещало, что там будет раздел о столице. Долго ведутся эти дискуссии, есть разные мнения, в том числе и у ваших бывших коллег-однопартийцев. Одни считают, что да, нужен, может быть, даже отдельный закон о столице, другие говорят о том, что та политика правительства, которая вообще была по отношению к политически неправильным, я бы сказал, партиям в столице, в столичной думе, была такова, что закон, даже если бы он был, он бы не помог, потому что хотели наказать вот тех, кто управлял Ригой, их в лице всех рижан в итоге. То есть, вы согласны с этим мнением, да, что закон ничего не даст? Когда просили, вы знаете, я вообще, в принципе, считаю, что любая бумажка, которая появляется сейчас вот на политической арене, это бумажка для того, чтобы прикрыть просто вот какое-то место, где сквозняк. Да. Никакого смысловой нагрузки. 180 миллионов, допустим, Рига просит дойти европейских денег, 180 миллионов на то, чтобы поддержать там вот эти проекты, эти, эти, да, тебе дают там 70 или 60. Почему? Ну, потому что вот так вот мы хотим. Государство специально душило и давило город. Надежда, что сейчас, когда поменяется руководство и рижане почувствуют, что все изменится, ну, знаете, вот временная администрация отработала, ну, на самом деле же лучше не стало. Печально, но факт. Вообще региональная реформа, я об этом говорил еще на ТВ-24 еще год назад, это вообще один большой передел власти. Цель-то только в этом, потому что в этих всех маленьких самоуправлениях засиделись вот эти старые, скажем так, политики, у которых там уже свои люди, свои хозяева, соседи, их постоянно избирают, их оттуда выкурить невозможно. И это передел власти. Увеличиваем размер района, соответственно, смешиваем с другими людьми, и, соответственно, на выборах будет получаться абсолютный иной результат. Это главная цель. Передел власти в размерах Латвии. То есть, в этом и суть региональной реформы. Особенно, я так понимаю, пострадали все эти вот местные руководители от Союза Рерных Крестьян, их было очень много, и сразу одним махом конкурентов убрали вообще. Потому что, что хорошее, посмотри, допустим, Мару пообъединят с пиньками. На данный момент и Мару, и и пиньки развиваются очень динамично, молодцы, у них все красиво там. Насколько я помню, и даже фонд выравнивает, они доноры. Доноры, да, вместе с Игорем. Вместе с Игорем, да. И Сюмовой, да. И сейчас, на данный момент, получается, мы их сливаем, они их сливают в один котел, и, ребята, а как теперь будет пропорционально это все происходить? В чем теперь будет приоритет? Сначала ставим свету в Мару или в пиньках? Ну, вот как? То есть, как это будет выглядеть? Безусловно, от этого местные жители только пострадают. Но политики выиграют, смогут выкурить эту старую политику, которая регулировала эти районы 10 лет подряд, и немножко поменять. И, главное, самое интересное, когда ты спрашиваешь, вот какая благая цель от региональной реформы? Разве вот от этого, не знаю, появятся новые дороги, которые соединяют? Нет, конечно. Нет, конечно. Если еще раньше, я помню, когда первая региональная реформа была вот в 2009 году, хотя бы там шло европейское финансирование, и вот эти самоуправления, если так можно сказать, подкупали финансами, говорили, что вот мы вам дадим деньги на развитие спецпенсии вот этим руководительным самоуправлениям, которые уже там достигли пенсионного возраста, и они там тоже сопротивлялись, но в итоге согласились. То здесь вообще просто передел ради передела. Это банальный передел власти. Год назад меня на телевидении абсолютно игнорировали, когда я в открытую уже говорил, что, ребята, ну вы просто переделываете власть, вы пытаетесь отжать политическую силу у других партий. Вот и все. И рассказывая, что что-то от этого кто-то там в регионах проживающий выиграет, ничего не изменится. Даже получится наоборот, что если, допустим, человек, проживающий в тех же самых, ну ближе берем в Пеньках, у него раньше самоуправление было по дому, там на велосипед прыгнул, три минутки и ты на месте. Когда с Марупой объединят, где теперь будет центр? То есть кто-то неизбежно, или марупцы, или пеньковцы, назовем так, будут вынуждены теперь даже в свой центр, скажем так, управления своим самоуправлением проделывать гораздо дольше путь. А для некоторых бабушек это, в принципе, довольно-таки тяжелое мероприятие. Да, вот такой, может, в завершении такой последний вопрос, хотя, наверное, эта тема, может, отдельного разговора. Мы знаем, вы тоже, наверное, следили, даже не просто как бывшие депутаты, как рижанин за вот этой эпопеей вокруг налога на недвижимость и кадастровой стоимости. С одной стороны, понятно, что любого, спроси, бывшего депутата, настоящего, любого рижанина на улице, вы за изменение кадастровой стоимости или нет, он скажет, нет, лучше ничего не трогать. С одной стороны, вроде бы это понятно, что большинство рижан живут вот в этом советском жилье, за что там еще повышают налоги, да? С одной стороны. С другой стороны, вроде бы такая дуальная ситуация, мы знаем, что этот налог на недвижимость приходит в городской бюджет. Это вот те деньги, которые можно на улучшение инфраструктуры использовать. Суммарный доход всех самоуправлений будет 250 миллионов. Да. Вот все-таки, вот ваш, может быть, не рецепт, ваше видение ситуации, как сделать? Потому что, я понимаю, что популистские легко кричат, да ой, никаких налогов, руки прочь, вообще ничего не будем платить. И это будет красиво выглядеть. Подожди, не, не, ну это получается полная ерунда. Ну, у нас, я говорю, 40% населения живет в арендованных квартирах. Да. Разумеется, новый налог на недвижимость, безусловно, повысит им стоимость арендного жилья. Ну, это космос. Мы выживаем людей из города и выживаем, в принципе, из страны. Панелька, 119-я серия, я там смотрел, повышается примерно на 200%. Ребят, ну, кому? Ну, о чем мы говорим? У нас что, доходы выросли, что в городе? Да, в том-то и дело, да. Полный нонсенс нет. А пока еще, там на 100% повысится, да? Это вопрос только того, что нынешняя политическая элита нашла новый насосик, у нас нефти нету, газа нету, но у нас есть люди, поэтому мы нашли, где еще качтут 250 миллионов в год. Лепая посчитала, что они заработают 2,6 миллионов, сказали, мы от этого не откажемся, нам это нравится, нас все устраивает. Ну, нет. Ну, Рига, как столица, должна все-таки выступать как адвокат, должна идти в парламент, объяснять все-таки, что так нельзя поступать. И у нас, у Рижской думы, есть возможность внутренними правилами принять еще одну позицию, тогда скидки на НИН. Есть такая возможность. 90% – это реально. Юрмала это будет сейчас делать, и Рига должна это делать. Я почему скажу… То есть, налог на недвижимость, да? Да, есть она единственная. Почему это не популистически? Почему? Потому что основной доход Рижской думы не от налога на недвижимость, а это от зарплаты. То есть, мы с вами заинтересованы, чтобы у нас больше работали и не было теневой экономики. Вот в этом мы заинтересованы, так сказать. Это львиная доля, да? Да, это фундаментально. Это более 600 миллионов. 100 миллионов мы зарабатываем на Энекуста, мы пошли на Докрис. Здесь можно играться. На данный момент этого хватает. Больше не надо. Ну, наверное, в любом политике хотелось больше, но я точно говорю, больше городу не надо. Потому что Нинича придется городу одной рукой отбирать, а потом еще оказывать социальную помощь. Вот, опять-таки, да, это сансара. Поэтому здесь получается, если государство не сделает правильный шаг и как-то это все вообще абсолютно анархию налоговую не остановит, тогда Рига должна быть первой, которая введет вот эти 90% скидку на единственное жилье. Все. Людей надо защищать. Алексей Росликов у нас был в студии. Большое спасибо. Вот я вижу звонки, но не все звонки успели принять. В следующий раз большое спасибо. Спасибо.